Здравствуйте! В эфире программа «Камчатка. События недели». Меня зовут Анастасия Островская. Чем запомнились жителям края прошедшие несколько дней, расскажу прямо сейчас. Прокормить нельзя убить. Где ставить запятую, решают сегодня камчатские фермеры. Они столкнулись, похоже, с неразрешимой проблемой. Им нечем кормить животных. И дело вовсе не в отсутствии финансов на закупку питания или нерасторопности фермеров. С обеспокоенными владельцами подсобных хозяйств встречалась моя коллега Виктория Степашко. Дни обитателей камчатских фермерских хозяйств, кажется, сочтены владельцам домашнего скота, нечем кормить своих питомцев. Проблема коснулась буквально всех, как крупных хозяйств, так и небольших. Все дело в том, что сейчас на Камчатке невозможно купить сено. Основное питание для коров, лошадей, коз, баранов, гусей и другой фермерской живности. И пока одни сельскохозяйственники, скрипя сердце, забивают домашний скот, другие отчаянно пытаются решить проблему. Мы объездили все малые подворья, большие подворья, мы объездили совхозы все и услышали один ответ. Сена нету. Сена нет ни прошлогоднего, ни позапрошлогоднего, ни под снегом, нигде. То есть его нету от слова совсем. Что делать дальше, мы не знаем. Сена, если у кого-то и осталось, цена очень высокая. Доходит до 8 тысяч за один рулон, что является неподъемной суммой для того, чтобы нам прокормить вот такое количество лошадей. Так Владимир Денисов нашел временный выход. Закупает сено в шаромах за 4,5 тысячи рублей рулон, 25 тысяч сверху за доставку. В неделю для 20 лошадок требуется минимум 10 рулонов. Математика простая, а ситуация сложная. Получилось так, что лето было жаркое и тот объем сена, который заготавливали для продажи, оно просто не получилось. То, что заказывали, давали предоплату, то есть деньги вернули, объема не получилось. Сейчас стараемся все экономить, но до лета не получится. Камчатские фермеры забили тревогу и попросили поддержки в Краевом министерстве сельского хозяйства. Однако заветную руку помощи там могут протянуть не всем. Есть некоторые резервы заготовленных кормов. И на сегодняшний день как будет происходить? Коллеги сейчас оставили свои заявки, будут выезжать к ним специалисты, посмотрят по обеспеченности кормов, какие животные. И будем работать с хозяйствами крупными нашими, у кого сегодня запасы кормов есть, для того, чтобы поддержать именно в первую очередь КРС наш. Потому что если коров сегодня накормить и не потерять молоко, это очень долгий путь восстановления. Что касается лошадей, то там тоже отдельно будем смотреть. А пока владельцам коней, коз, баранов и другого скота остается гадать, насколько выполнима миссия оставить питомцев живых до лета. Сейчас им предлагают забить скот на мясо и реализовать по себестоимости. А это значит, что на своем хозяйстве можно ставить жирный крест. Фермеры не оставляют надежд, что в совместной работе с профильным министерством им удастся найти выход из этой непростой ситуации. А мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Грядущее соседство с гигантской помойкой шокировало жителей микрорайона Молодежный в Елизовском районе. Они узнали об этом из декабрьского постановления, которое подписано председателем краевого правительства Евгением Чекиным. Из документа следует, что в будущем году в нескольких десятках метров от коттеджного поселка начнется строительство так называемого экотехнопарка. Экотехнопарк, он в соответствии с планом, с проектом, который обсуждается, он конкретно расписан. Что в каких-то местах предполагается свалка, в каких-то местах планируется перегрузка этих отходов. И на нашем участке планируется как раз место перегрузки отходов с одного транспорта на другой. Но это же, учитывая, что объем 90 тысяч в год мусора, ну как бы это не так, что приехала машина в другую, выгрузила и уехала. И учитывая, что это, простите, ну почти 3 гектара там, где 30 гектар сейчас, боюсь. Да, 30 гектар. Экотехнопарк, по мнению товарища, это какое-то такое технологичное сооружение, исходя из названия, но по факту получается свалка. Случайно узнав о грядущей стройке, жители микрорайона забили тревогу и обратились за разъяснениями в краевую администрацию. Начали наводить справки, то есть пытался дозвониться в ЖКХ, ну в министерство. Там вообще никто ни о чем не в курсе, никто ничего не знает, вы говорите, не беспокойтесь, ничего не планирует устроиться. Скидывают еще дополнительную ссылку инициативных гражданин. Оказывается, проходят общественные обсуждения по этому вопросу. В соответствии с постановлением, насколько я понимаю, назначили какую-то службу у нас в правительстве, для того, чтобы разработали проект, как это будет выглядеть. И по этому проекту проходят обсуждения. Даже министерство, которое заведует непосредственно этим вопросом, не в курсе о том, что это происходит. Навели справки. Оказывается, что вчера у нас был буквально последний день для того, чтобы подать заявление по этому общественному. Немножко подняли, скажем так, волну и собрали какое-то количество подписей, пытались отправить это все заявление. У нас на сайте правительства есть, если кто не в курсе, специальный раздел, где эти общественные обсуждения проходят. Но этого вопроса почему-то там не было. Жители микрорайона «Молодежный» говорят, что переехали сюда подальше от городской суеты. Здесь вокруг лес и свежий воздух. А во что превратится этот район после запуска технопарка, просто не представляют. Мы здесь живем с момента основания. То есть мы первые жильцы, которые начали заниматься развитием этого поселка. Мы совсем многодетная семья. Мы были за то, чтобы здесь строились дороги, электричество. Это самая большая коттеджная застройка, которая существует. Самое большое место. И только это место начало развиваться, сюда потянулась у нас молодежь, молодые семьи. Начала работать ипотечная программа. И здесь такая история. На самом деле, я понимаю, что Елицкий район получает довольно хороший доход от продажи аренды земли в этом районе. Представляете, что будет для Елицкого района, когда узнают, что такое соседство. А другой момент – жители этого района, которых уже довольно много. На самом деле, коттеджная застройка здесь на 700 коттеджей. В настоящий момент здесь проживает уже более 200 семей. И идет активная стройка. Вот поэтому я даже у меня вообще в голове не укладывается, что такое возможно. И кто такое додумался, смог такое позволить. Поэтому мы со стороны постараемся не допустить, конечно, такого. Нам здесь жить, нам здесь детей растить. Будет загажена вся дорога по всем обочинам. Кто хочет в этом убедиться, можете съездить на городскую свалку, посмотреть. Это регулярно там происходит. Да, понятно, всех вылавливают. Да, понятно, там все это действует и так далее. Но первое, что мы увидим, это загаженную здесь дорогу. Следующим этапом качественно, скажем так, организовать все это, как в Австрии, допустим, есть опыт такой в центре города, мусоросжигательный завод. Мы в это просто не верим. Этого не будет однозначно, потому что этого нет у нас в России пока нигде. Это ненормально, когда в таком новом поселке, рядом с новой краевой больницей, какую-то свалку собираются устраиваться. Мы тут со всеми соседями боремся, чтобы у нас чистота была. Где-то кто-то что-то выкинул, мы берем уже и в группе сразу пишут, и люди приезжают и убирают. Но как бы неправильно это. Неправильно. Надо бороться обязательно до конца, потому что это, ну, как бы здесь же не только мы будем жить. Здесь будет, я надеюсь, и школа, и садики, и все. И здесь будет у нас новый Челябинск, да, который потом придется убирать. Нет, конечно, это неправильно. Еще один фактор во всей этой истории сильно смущает местных жителей. Ведь, судя по карте, место для эко-технопарка отведено в непосредственной близости от строящейся краевой больницы. У нас, получается, да, вот краевая больница. Здесь вот планируются два диспансера. Я, как понимаю, по плану развития, это онкодиспансер и хоспис. Вот здесь вот и ЖС участок, вот здесь вот у нас зеленый квартал. И вот это вот расстояние от свалки, которое вот желтеньким выделено, около 60 метров. До хосписа планируемо здесь метров 150. Насколько мне известно, краевая больница снабжается не централизованно водой, а у них скважины. То есть в любом случае мусор же попадает с грунтовыми водами в землю. То есть, скорее всего, это и вода будет загрязнена, и наличие крыс тоже вряд ли способствует хорошему излечению. Поэтому, я считаю, недопустимо строить мусорку, ну, даже пункт по перевалке бытовых отходов непосредственной близости от краевой больницы. Тем более, это такой глобальный проект, в который будут съезжаться жители всего региона, и там, ну, как бы рядом находиться мусорка. По-моему, это как-то дико даже звучит. Пускать ситуацию на самотек жители молодежного не намерены. Они уже написали открытое письмо на имя дальневосточного полпреда Юрия Труднева и губернатора Камчатки Владимира Солодова. Как стало известно МассМедианьюз, на следующей неделе краевые депутаты планируют провести по этому вопросу собрание комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности с участием представителей профильных ведомств. А мы следим за развитием ситуации. Большой общественный резонанс вызвала на этой неделе история с избиением врача в первой городской поликлинике Петропавловска. Под следствием 79-летняя пациентка, которая набросилась на медработника с тяжелым пакетом, наградив ту в итоге сотрясением мозга и почти месячным больничным. Все случилось еще 1 декабря 2022. Дело возбудили 21 февраля. Ждали результатов судебно-медицинской экспертизы. Сухие сводки из МВД не давали полноты картины произошедшего. Поэтому мы связались с пострадавшей, которая на условиях анонимности рассказала нам, как было дело. Мы вообще здесь никаким образом не защищены. Не только медики, а вообще, наверное, всем госслужащим. Данная пациентка неоднократно вела себя агрессивно по отношению к медицинским работникам. То есть мы уже сталкивались с ней. И я лично, и другие мои коллеги. То есть она всегда в агрессивной форме обращалась. То есть ей все нужно дать именно вот так. 1 декабря она обратилась в наше лечебное учреждение в поисках своей амбулаторной карты. То есть она хотела ее взять на руки. И почему-то она решила, что карта у меня. Я работаю в заведующее отделение. Она обратилась именно непосредственно к заведующее отделение и попросила свою амбулаторную карту. В грубой форме, в матерной форме. Это началось с коридора, то есть еще не входя в мой кабинет. Она шла со мной до самого кабинета. Получается, матеря меня все это снимали. Пациенты в коридоре на видео. Никто даже в принципе не заступился. У нас это почему-то норма считается. Она шла со мной до кабинета и продолжает требовать свою амбулаторную карту. Попросив пациентку обратиться с этим вопросом в регистратуру, заведующая отделением зашла в свой кабинет. Следом зашла и незваная гостья. Открылась дверь без стука, без разрешения. Вошла данная пациентка, закрыла за собой дверь и вот получается мы сидим с вами. Через стол она начала на меня бросаться. Поцарапала мне шею, ударила по лицу. Я встаю, мне нужно выйти. Я понимаю, что выйти я не могу, она уже вот здесь. Я отхожу немножко боком и получается у нее в руке большой-большой пакет. Что в этом пакете я не знаю, он очень тяжелый был. Она ударила этим пакетом мне по голове. Ну и все, я немножко потерялась. Выбравшись в коридор, заведующая позвала на помощь. На место был вызван наряд полиции, а пострадавшая отправилась снимать побои. Повреждения были квалифицированы как легкий вред здоровью. В соцсетях до сих пор идет бурное обсуждение этой истории. И очень много встречается комментариев в защиту агрессивной пациентки. Вам так и надо. Бабушка молодец. Бабуля вообще молодец. Это же надо было так довести человека, чтобы он вам дал по морде и не только. Но тут один ответ напрашивается, заслужили видимо. Отношение в больницах к людям, как к быдлу. Довели бабушку. В регистратуре очередь огромная. Довели человека. Представляю, что ей пришлось вытерпеть, что она сорвалась и напала на врача. Бабушке респект и долгих лет жизни. Это надо же довести до такого состояния пациента. В этой поликлинике процветает хамство со стороны персонала. Забрать карту вообще огромная проблема. Не дают и все довели до состояния аффекта. Не иначе. К счастью, другая часть комментаторов не поддерживает поступок женщины. Ведь лезть с кулаками на оппонента в любой непонятной ситуации – это не есть цивилизованный способ решения проблем. Почитала комментарии. Точно. Довели. Настучать – это прям гениальное решение. И очереди в регистратурах сразу исчезнут. И количество врачей в поликлиниках увеличится. И талоны станут бесконечными. И принимать будут всех и всегда, невзирая на рабочее время. Интересно. А если в магазине очередь или в МФЦ? Поможет настучать. В банке еще такой метод можно применить, наверное. Что с людьми? Оправдывают старуху, распускающую руки. Тогда давайте на почте драться. В морду сотрудницы Сбербанка давать сходу. Один фиг выбесят. В налоговой такой же расклад. Вы с ума сошли, что ли? Цивилизованное общество, как будто бы. А вы представьте на минутку, что это доктор ваша дочь. И оправдайте теперь пациентку. Каждый из вас наверняка хотел бы, чтоб ваш ребенок или жена или мать получала тумаков на работе. Так ведь? Бейте врачей. Бейте. Подорожник вам в помощь. Сколько злости и агрессии в людях. Разве это способ доказать правоту, распустить свои руки? Как вы считаете, можно ли будет ударить вас кому-либо, неважно какой возрастной категории человек? Я пишу о том, что недопустимо решать кулаками такие ситуации. Читаешь и поражаешься, что большинство людей за проявление жестокости и агрессии в последнее время часто нападают на медработников. Не находится других способов решить проблему. Получается, что если вам, к примеру, не понравился ужин в ресторане, можно подойти ударить повара. Учитель на уроке повысил голос и ему врезать. Не понравилось сидеть в очереди в банке, можно и там кому-нибудь подать примеров множество. Адекватность граждан во многих случаях просто на грани. Да, в нашей с вами повседневной жизни часто случаются ситуации, когда, как говорится, подгорает и порой даже появляется желание устроить самосуд. Но ведь не зря существуют правоохранительные органы, уголовные и административные кодексы, да те же администрации учреждений, которые, в общем-то, и призваны разруливать, так скажем, разного рода конфликтные ситуации. Вот и в случае с поликлиникой жалоба главврачу, если пациент уверен, что с ним обращаются как-то не так. Но женщина выбрала другой способ решения проблемы, который и отправил ее под статьем. Санкции уголовной 115 предусматривают в том числе штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до четырех месяцев. И стоило ли оно вообще того? Острую проблему нерасчищенных или заставленных автомобилями пожарных гидрантов обнажил на минувшей неделе пожар в одном из общежитий Петропавловска на улице Войцешика. Почти час в борьбе с огнем потеряли пожарные из-за того, что гидрант скрывался под толстым слоем снега и льда. И пока часть огнеборцев эвакуировала людей из горящего здания, другие прибывшие пожарные пытались очистить гидрант от снега и льда. Сделать это удалось только через 40 минут, когда на место прибыла снегоочистительная техника. Откапывая гидрант из-под снега и льда, пожарные теряют драгоценное время. При этом площадь возгорания с каждой секундой увеличивается, и люди могут попросту не дождаться помощи. МЧС уже не первый раз просит жителей полуострова не засыпать снегом пожарные гидранты и не парковать на них автотранспорт, а собственников гидрантов следить за своевременной очисткой. Такая проблема особенно остро возникает после циклонов. История знает случаи, когда в огне гибли люди из-за того, что пожарная машина не могла присоединиться к гидранту для бесперебойной подачи воды. А после происшествия различные ведомства и службы кивали друг на друга в поисках ответственного за нерасчищенный гидрант. Такая трагедия, например, произошла в марте 2018 года на улице Новотранспортной в Петропавловске. Там погибли двое детей и трое взрослых. Гидрант был также завален снегом, а воды нужно было много. И так же, как на войце ЖК, часть пожарных была вынуждена откапывать его, пока остальные бойцы боролись с огнем. Тем временем закон гласит, что обеспечивать надлежащее техническое содержание пожарных гидрантов должны собственники земельных участков. В случае с многоквартирными домами за состоянием гидрантов должны следить управляющие компании или товарищество собственников жилья. Пожарные гидранты, которые расположены возле многоквартирных домов, тоже являются ответственностью управляющих организаций. То есть управляющая организация отвечает не только за общедомовое имущество, которое находится внутри дома, а также из-за оборудования, которое находится на прилегающей домовой территории и обслуживает данный многоквартирный дом. Соответственно, пожарные гидранты, люки, которые закрывают колодцы, где находятся пожарные гидранты, должны очищаться после снегопадов и не допускается слой снега, льда, который превышает 5 сантиметров. Управляющим организациям, конечно, следует на это обратить внимание. И самое главное, что вот эта обязанность по расчистке люков, пожарных гидрантов, это входит в перечень минимальных работ, которые управляющая организация должна оказывать при обслуживании многоквартирных домов. За неисполнение этих обязанностей предусмотрены серьезные штрафы на должностных лиц управляющих организаций от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц от 250 до 300 тысяч рублей. Именно от собственников участков зависит, смогут ли пожарные, в случае чего, оперативно подключиться к источнику беспрерывного водоснабжения, чтобы утушить здания и спасать людей. Наши корреспонденты проехали по городу в поисках указателей на зданиях, информирующих о наличии поблизости пожарных гидрантов. На зданиях торговых центров или госучреждений все четко. Вот читаемая табличка, а вот и сам гидрант. Хуже дела обстоят на жилых домах. Вот плохо читаемая табличка, а вот гора снега или автомобиль на том месте, куда указывает стрелка. И ведь не дай бог что-то здесь случится. Как рассказывают пожарные, они нередко видят, что снегом гидранты засыпают не только автовладельцы, расчищающие свои автомобили, но и водители снегоуборочной техники, которые сгребают кучи спрессованного снега прямо на гидрант. Хочется призвать руководителей управляющих компаний и владельцев других зданий города обратить внимание на этот вопрос, еще раз изучить схему расположения гидрантов, обновить таблички там, где это требуется, и содержать гидранты в доступе. Ведь когда случается беда, на счету каждая секунда. И очень плохо, если драгоценное время, когда на кону человеческие жизни, приходится тратить на исправление чьих-то ошибок и последствий наплевательства ответственных лиц. Мой добрый друг, товарищ мой и брат, тебе письмо, как сердце я вручаю. Хранишь ты сердце Родины, солдат, святая Русь с тобой победы чает. Тяжелый час ты встал на острие за жизни мир суровой правой битвой. Да будет сердце доблесть на твоем, тебе от нас надежды и молитвы. Прости, что я пишу издалека, и не могу твое облегчить время. Но всех покроет Божия рука, чтоб добрый мир в сердцах прибыл со всеми. Мой верный друг, живи, вовек живи, пусть мирный дом тебя в объятия примет. И благодарной, радостной любви, святые слезы в сердце ты воспримешь. Это трогательное поздравление посвятили нашим мужчинам на минувшей неделе прекрасные представительницы силовых структур Камчатки, Росгвардии, ФСБ, МВД, Следственного комитета, УФСИН, Службы судебных приставов, МЧС и прокуратуры региона. Ко дню защитника Отечества на этой неделе был приурочен целый ряд мероприятий. Так, 22 февраля по всей стране, в том числе и на Камчатке, прошли патриотические митинги-концерты «Слава защитникам Отечества». По данным Камчатской полиции, на главную площадь Петропавловска в этот день пришли порядка трех тысяч камчатцев. 23 февраля в Камчатском театре драмы и комедии военнослужащим вручили высокие госнаграды. Мероприятие началось с выхода на сцену парадных расчетов военнослужащих различных родов войск. Пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району, Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащих войск и сил на северо-востоке России, космических войск, входящих в состав Воздушно-космических сил и военнослужащих Камчатского спасательного центра МЧС России. Мы гордимся славными страницами воинской истории Камчатки. Подвиги наших предков, сражавшихся в Крымской русско-яконской войне, поставивших точку во Второй мировой войне в рамках Курильской десантной операции, навсегда вошли в славную историю защитников Отечества. Но сегодня этот праздник приобрел совершенно особое значение для каждого жителя Камчатки, для каждого жителя страны, для всех нас. Год назад жители Камчатки сплотились и единогласно поддержали решение президента страны о проведении специальной военной операции. Откликнулись на призы по помощи. Наши военные добровольцы встали на передовую, защищая с оружием в руках интересы России, жизнь и здоровье наших соотечественников. Вступили в ряды защитников Отечества и мобилизованы, доказывая, что воинская честь и мужество, патриотизм – не пустые слова для каждого жителя Камчатского края. И сегодня мы гордимся каждому из вас. Вся Камчатка сплотилась для поддержки наших героев. В рамках церемонии награждения военнослужащим вручили высокие госнаграды – ордена мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия, Георгиевские кресты четвертой степени, медали за отвагу, медаль Суворова. Кроме того, военнослужащим вручили награды законодательного собрания Камчатки. После торжественной церемонии перед собравшимися в зале выступили Оркестр войск и сил на северо-востоке России, а также ансамбли и исполнители края. С праздником защитников Отечества на этой неделе поздравляли в семьях, трудовых коллективах и на общегородских мероприятиях. Сюрпризы поджидали мужчин и на дорогах. Сотрудницы Ельзовской госавтоинспекции совместно с активистами проекта «Безопасные дороги» останавливали автолюбителей не для того, чтобы выписать штраф, а для того, чтобы поздравить с наступающим праздником и вручить каждому мужчине памятные подарки. Приятный сюрприз ждал участников дорожного движения на 24-м километре Ельзовской трассы. Теплые слова в адрес мужчин звучали и от прекрасных участниц нашего опроса, который корреспонденты МассМедианьюз записали на улицах Петропавловска. Первое – здоровье, чтобы все были счастливы, чтобы семьи, в семье все любили, уважали. Ну и всего самого-самого хорошего. Главное – это здоровье, чтобы любили нас, чтобы не забывали про нас и все прочее. Всего самого им наилучшего. Благополучия, чтобы они заботились о своих семьях, о своих детях. Ну что, мирного неба, наверное, над головой сегодня, чтобы защитниками нашими были. Я хотела бы пожелать мужчинам любящих жен, которые верят в них и которые их всегда поддерживают. Чтобы они у нас были сильные, мужественные, чтобы они могли защищать нас, слабых женщин. Ну и здоровья всем. День защитника Отечества завершился в Петропавловске праздничным салютом, который организовали городская администрация совместно с командованием группировки войск и сил на северо-востоке России. Напомню, что согласно закону номер 68 о почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы», в городе, удостоенном этого звания, праздничные салюты проводятся трижды в год. 23 февраля – в День защитника Отечества, 9 мая – в День Победы, а также в День города. А это была программа «Камчатка. События недели» и я, ее ведущая Анастасия Островская. На сегодня у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова